Здравствуйте! Вот и пришло время последнего версификатора на этой неделе. В словом, пятничный версификатор с претензией на итоговость. Начнем, благословляясь. Новость первая. Стратегическая. Знаете, экономические концепции подавляющего большинства российских регионов я бы назвал стратегией пустого кармана. Это краение голенищ из блохи, занятие хоть и увлекательное, но зачастую малопродуктивное. И все-таки будем надеяться, что публичное обсуждение стратегии экономического развития Омской области принесут хоть какие-то положительные результаты. Наша с вами экономическая стратегия, которой с июля прошлого года занималась стратеджей партнер-групп, по поручению было правительство готово и проходит четырехдневное публичное обсуждение. Кстати, меня на это обсуждение звали, но я не пошел. Все-таки экономикой должны заниматься экономисты. Хотя свое мнение разработки могут высказать все, кому не лень. Даже в интернете, на фейсбуке, специальная группа создана. Так что дерзайте. Выступил на форуме и губернатор Виктор Назаров. По его мнению, все в регионе должно развиваться пучком, то бишь кластером. Кластер нефтепереработки и нефтехимии. И агропищевой кластер. Кластер высокотехнологичных компонентов и систем. Кластер, лесопромышленный кластер. Словом, будем надеяться, что стратегия все-таки заработает. И у нас в регионе, ну все действительно станет пучком. Как все пучком, по крайней мере с деньгами. У Вячеслава Двораковского и его жены Валентины. Про них и новость. За мэрское бабло. Почти 12 миллионов деревянными, если верить декларации, заработал в 2012 году славный наш мэр Вячеслав Двораковский. Деньги, согласитесь, неплохие. Вот, например, нянечка в детском саду получает около 5000. Так что мэрская зарплата равна зарплате 200 нянечек. Так на то он и мэр, чтобы собой 200 нянечек заменять. Только меня терзают смутные сомнения. Какие? А я скажу. Вот если у семи нянек дитя без глазу, то у 200, наверное, вообще без глаз, ушей и селезенки. Может, и городские проблемы у нас отсюда. Пусть мэр по зарплате заменяет одну няньку. Бережь, и в городе дела поправятся. Потому что зарплата – это отнюдь не все, чем наш городской голова владеет. Есть кое-что, Вячеслава Викторовича? Есть. В этом кое-что. Два автомобиля. Ниссан Патрол и УАЗ. Автоприцеп, вездеход УАЗ, трекл, снегоход. И вот поди они все новешенькие. Сам-то он на казенных машинах ездит. А еще домишко в 284 квадратных метра. И земельный участок в 2403 квадратных метра. И еще домишко на 40 квадратных метров. И еще два земельных участка, которые вот по 900... Один 944, а другой 985 квадратных метров. И еще в пользовании у нашего мэра земельный участок площадью уже солидной – 1200 квадратных метров. Вот как говорят в Одессе, чтоб я так жил. Кстати, если у Вячеслава Викторовича вдруг возникнут проблемы с карманными деньгами, он сможет у жены призанять. У его супруги доходы поскромнее, но тоже неплохи. Валентина Двораковская в 2012 году заработала 290 тысяч рублей. То бишь по доходам она заменяет 5 среднестатистических омских нянек. Вот и повышение цен на сигареты Двораковских пугать не должно. С такими бабками на пачку мальбора всегда хватит. Об этом и наша последняя новость. Такая, знаете, закурительная. У российских собственная гордость. Всемирный день без табака мы как-то плавно превращаем в дополнительный день дурака. Потому что иначе как дурацким новый антитабачный закон, действующий в России с 1 июня, не назовешь. Сам автор законопроекта Сергей Вельмяйкин называет закон не до конца проработанным и сырым. Вот и совершенно неясный механизм его реализации. Но закон начинает действовать. Граждане, вот сколько ненужных, неработающих законов приняла наша Государственная Дума и продолжает их штамповать. Вот не зря у нас высший законодательный орган в стране уже называют взбесившимся принтером. Одно хорошо, у нас с Думой паритет. Она законы штампует, мы их не исполняем. И все предели. Вот есть уже закон о запрете распивать алкогольные напитки в общественных местах. Как он исполняется? А я скажу, никак. Кто не верит, приходите во двор по улице Пушкина, 111. Не, это не распивочная. Это стихийный ресторан под открытым небом. Пиво, водка, моча на выходе. Все компактно. Так что закончится действие антитабачного закона просто повышением цен на табак. И все. Разговоры власть придержащих о здоровье нации это, знаете, просто шумовая завеса. Так что в итоге, граждане, сентенция от Виктора Пелевина. Вот для чего нужна власть в России? А для переработки солнечной энергии в народное горе. Вот так. Впрочем, выводы делайте сами. На следующей неделе увидимся. Новости будут. Вы главное не хворайте.